Мальчики, шагнувшие в бессмертие, солдаты, которые навсегда останутся молодыми в памяти всех, кто их знал. О трёх выпускниках губернаторского автомобильно-электромеханического техникума, которые не вернулись с военных действий, рассказали на уроке мужества. На гранитной стеле размещены мемориальные доски, на которых увековечены имена Евгения Валентиновича Кондратьева, Алексея Николаевича Поваренцева, Андрея Владимировича Шентнихта. Эти имена знакомы всем студентам губернаторского техникума, ведь каждое утро они проходят мимо мемориала, и нет-нет, да мелькнёт мысль, какими были эти парни, чем увлекались, о чём мечтали. Поисково-исследовательскую работу по сбору информации о судьбах мальчиков, шагнувших в бессмертие, проводили студенты техникума, газеты молодёжной патриотической организации «Наследие». Три разных войны, но такие похожие истории. Женя Кондратьев не вернулся из Афганистана. Это была чужая война для нас, в которой не могло быть ни победителей, ни побеждённых. Афганистан стал честью жизни многих наших солдат и офицеров. Для них афганская война стала первой, для многих – последней. Первой и последней она стала для Жени Кондратьева. Вот что писал Евгений своей маме перед отправкой в Афганистан. «Здравствуйте, дорогие мои мамочка и бабуля. С горячим армейским приветом. К вам ваш сын Женя. Целыми днями пропадаем в парке и на вождении. Завтра будем ездить по городу и сопкам». «При выполнении боевого задания БТР, на котором они передвигались, подорвался на мине. В живых остались только Женин командир и старшина, которые приезжали на похороны своего отбоевого товарища и рассказывали родственникам о подробности его гибели. За мужество и отвагу Кондратьев Евгений посмертно награжден орденом Красной Звезды». Леша Поваренцев погиб в Таджикистане, и никто из его одноклассников не мог поверить, что такой добрый, безобидный, отзывчивый мальчик попадет на войну и не вернется с нее. «Обыкновенно простой, маленький-прималенький, щупленький мальчик с огромной кучерявшей юрой. И поэтому в школе у него была такая добрая, хорошая, ну как говорят, погоняла кличка Пушкин». «Охартизовать ложку, могу сказать, что правильно Владимир сказал, что Пушкин, его также звали Барашек. Почему? Потому что густые мелкие кучеряшки, вот эти кудряшки, даже если он состригался, они все равно каким-то образом, вот настолько густота волос была». «Домой Алексей писал множество писем, отправлял фотографии, которые сейчас хранятся в семье, и каждый раз с болью в сердце перечитываются родными и близкими. Погиб 17 декабря 1994 года от полученного огнестрельного осколочного ранения нижних конечностей». Андрей Шенкнифт не вернулся из Чечни. Когда он ушел в армию, дома его ждала невеста, которая так и не вышла замуж. Мама Леши долго не знала, куда отправились служить ее сына. «Но тщательно скрывал эту информацию от матери и сестер, оберегая их. Свои письма направлял другу в Москву, а тот уже переправлял у Палакова. Но материнское сердце нельзя обмануть. За два дня до гибели Андрея у Тамары Николаевны случился инфаркт. Она даже не смогла встать с постели, когда гроб с телом Андрея поставили во дворе родного дома для прощания». О том, какое горе приносит война и какие страшные моменты приходилось переживать молодым парням в настоящих боях, рассказал ветеран войны в Афганистане, член боевого братства Александр Васильченко. «Они сказали, ребята, если идет война, ваша цель – выполнить приказ командира и остаться живым, вернуться домой живыми. Но если вам суждено погибнуть, помирайте героями». Александр Васильченко вернулся с той войны, но до сих пор не может сдержать слез, когда рассказывает о погибших товарищах, о таких же обычных парнях, как Женя Кондратьев, Леша Поваренцев, Андрей Шенкнихт. Каждый из этих ребят прослужил не более двух месяцев, но даже за это короткое время эти мальчики, шагнувшие в бессмертие, проявили себя смелыми и решительными воинами и посмертно за мужество и отвагу были награждены орденами.